А ты знал, что на сайте VODKIT ежедневно проводится бесплатный розыгрыш голды? Можно выиграть совершенно бесплатные, очень просто, 5000 голды. А также из кейса там можно выиграть премиум танки и очень большое количество золота. Ко всему прочему, при пополнении тебе даются ежедневные бесплатные кейсы. Заходи по ссылке в описании и выигрывай голду и премиум танки. Братюня, чтобы тебе не взрывали БК и тебе везло в бою, а также чтобы выиграть голду, ставь лайк под этим видео. А также подпишись на канал и не забудь в комментарии указать ссылку на свой профиль ВКонтакте. Удачи тебе, дружище! Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. В этом видео я хотел бы рассказать свое мнение. Почему не стоит прямо очень сильно фармить серебро и покупать все танки, которые только имеются? Прокачивать сразу несколько веток и стремиться, в общем-то, к прокачке всех десяток. Я вот, например, поставил себе цель прокачать все десятые уровни, но это скорее из-за того, что как-то нужно себя занять на стримах чем-то. И также еще ко всему прочему, ну, все-таки я стример, вододел, и мне нужно знать на своем опыте, хорошие танки или плохие. Чтобы давать, ну, советы, в случае, если меня кто-то попросит, там, например, подписчик, я должен, ну, более такой ценный совет дать, чем, в общем-то, просто основываться ни на чем, ни на какой информации, там, на чужом мнении или на чем-то очень таком субъективном. И, собственно, я еще понимаю, ну, вот, если ты вододел или стример, но если ты обычный игрок, то абсолютно нет никакого смысла бесконечно фармить серебро и прокачивать технику. Это один из самых худших, так скажем, стимулов в игре. Да, многие игроки, они уже, так скажем, не знают, что им делать, ну, во многом это из-за того, что действительно целей в игре не очень-то и много. Ну, а что тут делать? Просто играть на каких-то фановых танках. Некоторые выполняют ЛБЗ, вот, на подходе уже даже ЛБЗ второго сезона. Многие запариваются насчет статистики, пытаются, может быть, три отметки нафармить или хотя бы две. Некоторые мастеры хотя бы пытаются взять на некоторых танках, это действительно сложно сделать. Ну, в общем, занятия каждый сам себе выбирает, так как какой-то конечной цели у игры нет. Ты просто выбираешь то, что тебе нужно и играешь. Ну, и, собственно, так во многих онлайн-играх. И, в принципе, это до поры до времени, ну, как-то интересно, но рано или поздно все надоедает одно и то же. И люди от безвыходности, от того, что им нечего делать, начинают прокачивать все, в общем-то, ветки. При этом некоторые ветки совершенно неинтересные, то есть они плохие, и известно, что они плохие. И эти люди или не осведомлены об этом, или они прекрасно знают, что ветки не очень, ну, от нечего делать, все равно начинают их прокачивать и бесконечно фармить серебро, фармить серебро, покупать новые премтанки и так далее. Да, для разработчиков, конечно, это выгодно. Но какой от этого фан, лично я понять не могу. Я, например, ну, именно таким занятием сейчас и занимаюсь. Ну, как я сказал, эта информация, она мне еще будет полезна. Но я осознал, что многие ветки, они совершенно, ну, неинтересные. И мало того, что они неинтересные, они просто ужасно, скажем так, унылые, плохие, негативные. То есть прокачивая их, ты вряд ли что-то интересное такое увидишь. Скорее ты будешь видеть плохие характеристики своего танка и будешь чувствовать, насколько же твой танк будет сильно уступать конкурентам. И поэтому очень тщательно выбирайте, ребята, ветки для прокачки. Смотрите, я не знаю, там разнообразные топы от скилловых игроков. Думайте, спрашивайте, анализируйте, смотрите ТТХ, какой танк лучше, какая ветка перспективнее. Потому что можно от незнания начать прокачивать совершенно бесперспективную, неинтересную ветку. В итоге ты получишь фиговый танк, но при этом ты потратишь много времени и ресурсов. Такое, например, было со мной, когда я качал СТБ-1. Я, в принципе, понимал, что танк не очень, но, боже, какой же отстой прокачка этой ветки. То есть как же это было неприятно. И сколько серебря я слил. И все, можно так сказать, впустую. Хорошо, что я все-таки получил опыт, которым я могу с вами поделиться и рассказать, в общем-то, о том, что ветка действительно ни о чем. Ее не стоит прокачивать. Хотя я знаю, что есть множество мнений. И найдется игрок, обязательно найдется, я уверен, даже в комментариях, которые скажут, СТБ-1. И вся ветка офигенная, ты играть не умеешь, ты рак и все такое. Но даже статистические данные показывают, что большинство игроков явно не испытывают кайф на этой ветке. Один из самых худших процентов побед. И таких веток, таких танков дофига и больше в игре. Поэтому лучше не фармить серебро бесконечно, целыми днями на какие-то бесперспективные танки. Ждать там какого-то там апа от разработчиков, что рано или поздно они доберутся до этих танков. Может быть и так, но время идет, жизнь идет. И пока ты будешь качать какие-то отстойные танки, бесперспективные, пока ты будешь мясом и, в общем-то, терять свои нервные клетки. Кто-то будет играть на нормальных танках, на кайфовых танках и получать удовольствие от процесса. Кто-то будет играть на Е25, там по 1000 боев, по 2000 боев. И будут получать кайф, потому что они будут всех нагибать. Они будут часто попадать в топ, они будут набивать много урона, получать много медалика. А ты будешь на стоковом танке, ну даже если задонатишь, то в любом случае будешь на таком вот плохом танке играть и материться и тратить нервы. Так зачем тебе это? Поэтому я крайне рекомендую вам выбирать танки с умом. Выбирать, в общем-то, прокачиваемые ветки только в том случае, если вы уверены, что вам это нужно, что ветка интересная. Не нужно браться за все ветки, думая, да нет, разработчики не могли допустить такой жесткий дисбаланс, что одна ветка просто доминирует и властвует, и показывает сверхрезультативность, а другая ветка с трудом выживает и является просто отборным миссом. Но, к сожалению, действительно так. Многие ветки, многие танки очень и очень плохи. Да, разработчики пытаются решить эту проблему, они ее видят, но решение непростое, видимо, для них, учитывая, что довольно-таки долго они все-таки решают проблемы с такими плохими кактусовыми танками. Поэтому изначально лучше играть больше на каких-то офигенных танках, там прокачать какой-нибудь офигенный танк и играть на нем побольше, а не браться сразу же, там, бежать, фармить, покупать новый премтанк и обязательно срочно нафармливать на новую, там, ветку, на новый танк. Конечно, может быть, новая ветка и тоже неплохая, но тут нужно все анализировать, тут нужно смотреть, нужно ли тебе это действительно или нет. Вот так вот конкретно я думаю. Это, конечно, мое субъективное мнение. Может быть, где-то я не прав, может быть, прав. Пишите в комментариях. И на этом все. Удачи вам!